Как говорилось в известном фильме, на небе только и разговоров, что об украинском контрнаступлении. Собственно, в этом ролике сегодня мы не будем рассматривать с вами различные параметры этого контрнаступления, оценивать его там возможности, оценивать куда именно и как пойдут. Мы это делали в другом ролике и наверняка этому будут посвящены еще немало сводок с Русланом Левиевым. Нет. Сегодня мы посмотрим на кое-что другое, а именно на реакцию российской пропаганды на украинское контрнаступление, которое еще не началось. Чего ожидают пропагандисты и официальные лица, какие страхи у них появляются и как российская армия всерьез воспринимает силы Украины. Обо всем этом поговорим сегодня, потому что тактика, которая мне нравится, называется «Круги на воде». Когда мы смотрим не на само событие или в преддверии этого события, а на реакцию на него со стороны заинтересованных акторов. И поймем, к чему готовят россиян пропагандистские каналы и чего ожидают российские военные. Вы можете поддержать этот ролик лайком, комментарием, подпиской, а также поддержкой на Патреоне или, например, с помощью суперспасибо, кнопка с долларом в сердечке. Кстати, спонсорство на Ютубе тоже скоро появится, я пока стикеры для него готовлю в виде хаймерсов, самолетов и всего остального. Очень красиво получается. Ну и также анонсирую дополнительно, что завтра в воскресенье в 7 часов вечера по Москве и Киеву будет стрим для патронов, закрытый стрим для участников Патреона. Ссылка на него будет выложена, ну, собственно, присоединение к стриму на сервисе Патреон. Но черт с ним, уйдем от технических деталей, перейдем уже непосредственно к пропагандистам. В чем история? В глобальном последнюю неделю различные российские военкоры, пропагандисты, официальные лица говорят об украинском контрнаступлении. Причем говорят не шапкозакидательски, типа, да, что там это ваше контрнаступление украинское, ничего они не могут и все такое, хотя такие мнения тоже встречаются, но в целом это вызывает большую нервозность. Причем это выплескивается даже в студии федеральных каналов, хотя, казалось бы, эти люди должны как-то давать уверенность российским зрителям в том, что Россия непобедима и велика. Ну, вот, например, тревожатся эксперты телепрограммы Владимира Соловьева «Воскресный вечер» и тревожится и сам Владимир Рудольфович. Там смотрю, читаю, как-то тревожно на Запорожье. Да, конечно, тревожно. Я соглашусь и с вами, и с Игорем по поводу того, что враг готов, ну, кто бы что ни говорил, да. То есть они просто ждут отмашки. Количество техники, бронетехники и тяжелой артиллерии, РСЗО, ну, оно уже там, ну, больше, чем когда-либо было, да. Причем поставки идут неважно чего, там, американского, бренадского... И гораздо больше, чем официально заявлено, кстати. Тревожность, надо сказать, обоснованная, потому что действительно, ну, мы видели, на что способна Россия в обороне и Украина в атаке. Мы видели это в прошлом году. В этом же году все началось с наступления России, которая не увенчалась большими успехами, о чем говорят уже многие, в том числе, провластные блогеры и спикеры. Однако все они, многие из них, опасаются того, что сможет сделать Украина в этот раз. Один из сценариев, причем достаточно пугающий для зрителей российской пропаганды и для российских военных, представил эксперту на передаче у Ольги Скобеевой. Объем огневых задач, вот предстоящие наступательные операции будут решаться за счет ракетных войск и артиллерии. То есть Хаймерсов, М-142, М-270, бомб малого диаметра наземного запуска, бомб типа Джей-Дам. То есть вот этими средствами будет решаться основной объем огневых задач. И, по всей видимости, они приготовили их уже немало. Вот почему-то мне так кажется, что в первой же день операции, даже в первую ночь, я бы сказал так, операция нам, по моим предположениям, будет на нескольких направлениях осуществляться. Танки тут далеко не главные. Главное нанести огневое поражение противнику, ну, на глубины 150 километров как минимум, командные пункты, узлы связи, склады, линии связи. Все, чтобы вызвать потерю управления войсками и без всякого привлечения. Вот элемент паники даже, самый настоящий, чтобы казалось, что там части соединений украинских вооруженных сил уже везде. И одновременно, все-таки, я и не исключаю удар по объектам в нашем глубоком тылу в Центральной России. Это я рассказываю не для того, чтобы нагонять страсти, а просто надо готовиться, как говорится, приступать к много-вариантному планированию в этом плане и опять-таки предполагать, что противник хитер и инициативен. Тем более они так агрессивно и нарочито анонсируют свое контрнаступление, как если бы в самом деле к нему изрядно были готовы. Вообще, довольно примечательно, что риторика как-то очень быстро сменилась. Еще недавно рассказывали про невероятную мощь победы российской армии, Киев за три дня и все на свете. А здесь уже как-то вот не до радости, не для шапкозакидательства. Ну, то есть даже Бахмут не смогли взять за вот это великое российское наступление, которое планировалось зимой. Ну, как-то вот зимой куда-то где-то продвинулись, взяли Солидар, что должно было быть предтечей к взятию Бахмута, но Бахмут так и не взяли, не взяли Авдеевку, вообще практически ничего не взяли. Нет, ну как, село Сако-Иванцете, в котором два или три человека населения по переписи пятилетней давности, но, тем не менее, значительных успехов нет. А отступление российской армии из Харьковской области, сдачу Херсона и много чего еще, что в российской методичке для военных называется позорным отступлением. Про это я рассказывал накануне, вот в этом ролике. Можете потом посмотреть. Память об этом обо всем свежа. Интересный вопрос, который появляется, который мне в том числе задавали на различных интервью. Насколько это собственная инициатива пропагандистов, а насколько это попытка подготовить население к очередным жестам доброй воли, к очередным отступлением. Ответить на этот вопрос довольно сложно, поэтому давайте попробуем представить оба варианта и посмотреть, насколько они, как вам кажется, на какой из них больше соответствует реальности. Что мы знаем о российской пропаганде? Мы знаем о российской пропаганде, что если там начинают говорить на какие-то темы, которые ведущим не очень нравятся, они как-то пытаются засмеять это, перебить, перекричать, значит, каким-то образом сгладить углы или не поднимать тему вообще. Все эксперты в этих студиях, часть из них получают деньги, а часть из них получает медийность. И с ними задрание обговаривают, что им можно упоминать, что им нельзя упоминать. Поэтому все это является не больше, чем какой-то постановкой. Ни о какой реальной свободе слова, ни о какой реальной представленности спикеров там речи не идет. Даже те люди, которые представляют там как бы американскую сторону или украинскую сторону, иногда бывает и такое, они на самом деле являются такими же сотрудниками этих передач, получают гонорары и говорят вот в рамках того, что им позволяется говорить. Поэтому совершенно какой-то экспромт, особенно когда это происходит по разным каналам, представить сложно. Экспромт не с точки зрения того, что им кто-то эти слова написал, а с точки зрения того, позволительно им вообще говорить на эту тему или нет. И поэтому то, что на разных каналах начинают рассказывать о том, что вообще-то украинское наступление – это не шутка, и значит украинское наступление действительно может быть на части направления успешным – выглядит во многом как подготовка. Опять же, мы не видим прям массово со стороны официальных лиц, депутатов всех остальных этой подготовки. И куски, которые я взял для этого видео, это все-таки редкие вкрапления посреди обычной чуши про боевых комаров, про то, как российская армия великая и непобедимая и все прочее. Все эти люди, Искобеева и Соловьев, генерируют тонны контента в неделю, и лишь часть из него – это, собственно, рассказы о том, что все не так радужно. И поэтому говорить о том, что вот эта прям массовая какая-то компания пока преждевременна. Однако эмоции, которые иногда прорываются в их индивидуальных эфирах, ну, создают впечатление, что действительно это история, на которую, а, разрешено говорить, ну, то есть нет какого-то прямого запрета, а, б, которую они активно пытаются продавать своим гражданам. Вот, например, истерика Соловьева в эфире по поводу того, что зачем ждать контрнаступления и опасаться его, когда можно применить ядерное оружие. Они ставят цель уничтожения нашей страны. Зачем мы ждем контрнаступления? Использовать тактическое ядерное оружие, нанести удары по местам дислокации и расположения, центров принятия решения Украины. В чем проблема? Ах, нельзя применять ядерное оружие, зачем его разрабатывали? Да что вы, для сдерживания. Ну что, сдержали? Обстреливают наши районы, наши города, наши селы, убивают наших жителей. Помогло вам ядерное оружие? Истерика симптоматичная. То есть, понятно, что есть большие опасения. Вообще, надо понимать, что у всех пропагандистов на карту поставлена их жизнь. Жизнь поставлена на карту абсолютно целиком и полностью, потому что и Соловьев, и Скобеева являются буквально вот такими представителями радио Тысячи Холмов, которые призывают фактически к геноциду Украины. И поэтому они очень переживают за собственные различные части тела в случае, точнее, во время, когда Украина сможет победить Россию окончательно на военном поле. Пойдет режим Путина, и, собственно, всем этим пропагандистам придется предстать перед честным и справедливым, но судом в лучшем для них случае. В худшем случае разделят участь Владлена Татарского. И в этом отношении, конечно, их опасения постоянно нарастают, поэтому их истерику можно понять. Однако это не эпизодические моменты. Вот здесь мы уже ко второй версии склоняемся больше, именно про какую-то массовую подготовку, потому что они под эту тему специально вызванивают людей. Чем вообще это отличается от того, что мы видели в предыдущих, например, вырезках? Дело в том, что когда у вас в студии какой-то разговор, или вы сами начинаете о чем-то говорить, он может в разные стороны куда-то направиться. Но когда вы вызваниваете человека, спикера на конкретную тему, это значит, что вы заранее подготовили это. То есть вы заранее знали, что вы на эту тему будете говорить. То есть она всплыла не посреди разговора внезапно, а вы знали, что она будет. Таким образом, можно предположить, что в целом как минимум нет запрета на обсуждение возможного успеха украинского контрнаступления, а как максимум, возможно, есть и распоряжение подготавливать российскую аудиторию к тому, что украинское контрнаступление может быть эффективным. И чтобы аудитория приветствовала, там, я не знаю, очередное отступление, жест доброй воли или что-нибудь такое. Чтобы она руку плескала, когда в очередной раз российские войска уйдут, например, из Запорожской области. Потому что она, аудитория, будет убеждена посредством пропаганды, что если бы не ушли, то Украина бы там в пух и прах их разгромила. Что, возможно, и правда. Но мы сегодня не об этом. Мы сегодня о том, к чему готовятся, собственно, российские пропагандисты и люди, отдающие им приказы. Вот здесь, например, Скобеева прям вызвонила вот этого одного из военкоров, чтобы он рассказал о том, что украинское контрнаступление это совсем не шутки. Это будет очень серьезное давление и нам придется выдержать действительно невероятный контрнаступ Украины, если он пойдет сразу по нескольким направлениям. При этом надо понимать, что помимо ударных сил у Украины еще порядка 600 тысяч человек под ружьем. Понятно, что это не все они находятся на передней линии, но это резервы, которые они могут перебрасывать там, где у них что-то будет получаться. Но здесь ко встрече готово. Я, естественно, не буду вдаваться в деталях, но легкой прогулки, как это было в Харьковской области, у них не будет. Они никогда не брали какие-то большие территории или крупные населенные пункты в ходе тяжелых боев наступательных. Этого не было. Они до этого пользовались нашими ошибками. Сегодня я вижу, что уроки из прошлого извлечены и я надеюсь, что больше таких ошибок мы не допустим. Ну, конечно, ни один ролик о пророссийских, антиукраинских спикеров не может обойтись без Игоря Стрелкова-Гиркина. Я знаю, вы, скорее всего, думаете, что я вообще в него влюблен, потому что я пихаю его в каждый ролик. Но, согласитесь, невозможно устоять перед обаянием военного преступника. Как же он складывает руки на груди? И с каким же упоением он говорит про то, как в российской армии все довольно плохо, как командиры не отдает себе ни в чем отчет и, собственно, как выглядит российская сила и мощь к готовящимся украинскому наступлению. Но, честно говоря, вот если уже без дураков, почему вообще я жалую, что называется, Стрелкова-Гиркина для анализа, а потому что из провоенных, из пророссийских, из антиукраинских спикеров у него, наверное, самое адекватное представление о военной реальности. Ну, то есть, у него нет шапка-закидательства, у него действительно есть какое-то количество источников с разных линий фронта, которые ему рассказывают информацию, то, что он говорит, зачастую соответствует действительности. Не всегда, особенно, когда он там дает какие-то оценки по перспективам. Более того, иногда он сам верит в откровенную чушь, потому что, ну, человек явно, скажем так, специфический, но вот из всего того, что имеется, этот человек как-то ближе всего из этого лагеря подходит к более-менее здравой оценке происходящего. И вот, что Стрелков-Гиркин в своем большом эфире рассказывает о готовящемся украинском контрнаступлении, о представлениях Министерства обороны и РФ об этом наступлении и о том, в чем проблема с этими представлениями. Противник по-прежнему в целом по количеству солдат в действующей армии превосходит наши части соединений. Противник очень хорошо обстрелялся, противник регулярно менял и ратировал свои части соединения действующие на наиболее опасных участках. Какие-то он отводил в тыл на полное переформирование, какие-то не частичные. То есть, ни одна часть украинской армии за прошедшую зиму, да более того, за весь прошедший год уничтожена полностью не была. А если были уничтожены, они были восстановлены. Более того, они сформировали сильные резервы. Вот два корпуса, 8-12 механизированных бригад, имеющих в своем распоряжении и танки, и бронетехнику, причем бронетехнику достаточно современную, и танки тоже. Противник приобрел большой боевой опыт. Да, мы приобрели тоже, но враг имеет за своей спиной довольно крупные победы. Более того, противник имеет за своей спиной за прошедшую зиму успешную оборону, стратегическую оборону на Донецком фронте, где, в общем-то, наше наступление захлебнулось и имело чисто тактические результаты на Бахмутском направлении, немножко под Авдеевкой и абсолютно безрезультатно под Углидаром. И говорить о том, что враг не способен на удар, по меньшей мере, по-моему, глупо. Но на самом деле, мне кажется, что Игорь Гиркин Стрелков здесь немножко ошибается, потому что и российское руководство и российское министерство обороны, они все-таки готовятся к контрнаступлению. В каком смысле? Ну, то есть, они не просто считают, что оно его не будет или оно будет плохой, наоборот. Они делают довольно много действий, понимая, что ситуация может быть довольно критической. Так, они в последней неделе активно обустраивают оборонительные позиции, где бы вы думали? В Крыму. Ну, Крым сейчас не находится на линии фронта, до Крыма еще дойти надо, там через Мелитополь и далее. Но, тем не менее, российское министерство обороны, судя по всему, оценивает риски и угрозы от украинского контрнаступления очень высоко, потому что активно готовятся защищать непосредственно Крым. Итак, Россия укрепляет свои оборонительные позиции в Крыму, активно готовясь к возможному наступлению ВСУ, сообщает ваш пост. В публикации прилагаются спутниковые снимки компаний, американские, конечно, Максар, на них видны десятки километров окопов, глубокие канавы и так называемые зубы дракона. Также сообщаются об установке артиллерии вдоль берега Черного моря. Вообще, давайте так, значит, ролики, где мы берем какие-то отдельные выступления пропагандистов, они могут быть довольно манипулятивны, потому что можно вырвать из контекста, можно взять какую-то одну исключительную историю, которая была там однажды и все прочее, поэтому я буду пытаться снабжать их несколько такой обобщенной оценкой, причем от сторонних наблюдателей, то есть не от меня. Что называется сверять часы. Сейчас мы сверим часы с Институтом изучения войны американским, который стал довольно популярным источником собственно за прошедший год, а не в ежедневном режиме анализирует, что происходит на линии фронта и за ее пределами и делится своими наблюдениями. Собственно, Институт изучения войны написал заметку о том, что реакция в России на утечку якобы документов от Пентагона свидетельствует о страхе перед украинским контрнаступлением. Собственно, в их последней сводке Институт изучения войны объясняется, не объясняется, точнее, а делаются предположения по поводу отношения российской страны к украинскому контрнаступлению. Делается это на базе утечки секретных документов США. Вы, наверное, видели эту историю, что много где постятся карты, которые якобы утекли из Пентагона, причем российская страна их активно фотошопит, меняя местами фактически российские и украинские потери, прорисовывая Украине потери, отрисовывая их у России, ну, типа, они вот так вот видят жизнь, так и занимаются. На самом деле, не знаю, настоящие документы утекли или нет, но в них ничего нет. то есть, по сути, там нет позиций, там нет никакой эксклюзивной информации, то есть, это вот как раз, скорее всего, если это реальная утечка, то это как раз что-то типа нашей сводки с Русланом Левиевым, или типа сводки Института изучения войны, просто которые по заказу какого-нибудь Пентагона им делают, ну, то есть, им приносят каждый день или каждую неделю, говорят, вот так выглядит линия фронта, вот такие наши здесь Украина будет наступать или еще что-нибудь такое, то есть, отмечены примерные направления, где что-либо может происходить, то есть, честно говоря, не впечатляет эта информация, даже если она правдива, но тем не менее, она вызвала бурю эмоций и откликов у российской провоенной среды, собственно, согласно отчету Института изучения войны, в основном сторонники войны отреагировали на утечку с тревогой, что свидетельствует, по их мнению, о сохраняющемся в российском информационном пространстве страхи перед запланированным украинским контрнаступлением. Авторы отмечают, что не хотят судить об аутентичности опубликованных этих документов по перечисленным мной причинам, а оценивают лишь реакцию на них в России. В то время, как несколько влиятельных российских военных блогеров назвали документы фальшивыми, они сразу сосредоточились на версии, что речь идет о дезинформации вброшенной, чтобы запутать российское военное командование. Один из них заявил, что утечка документов может быть частью более масштабной кампании Украины по дезинформации в преддверии контрнаступления. По-моему, кстати, я видел это у Юрия Подоляки. Не путать с Михаилом Подоляком, который на канале будет уже завтра, наш разговор с ним. Это такой странный, непонятно откуда взявшийся типа военный эксперт. Знаете как, есть военные эксперты, которые иногда ошибаются и которые иногда дают не ту информацию, точнее так, прогнозы которых не сбываются. А есть военные эксперты, которые каждый раз, ну то есть ошибаются, ну то есть в каждом своем слое. Вот Юрий Подоляк один из них, считать его военным экспертом или нет, ваше личное дело, я не особо считаю, исключительно считаю его некоторым таком стендап-комиком, точнее седаун. Он, как правило, делает все это сидя. Другой из вот этих провоенных военкоров напомнил об исторических прецедентах распространения ложной информации перед внезапным наступлением. Таким образом делают вывод эксперты Института изучения войны, статья New York Times об утечке продемонстрировала масштаб нервного напряжения в российском информационном пространстве. Реакции на опубликованные документы по их мнению свидетельствуют, что пишущие о войне блогеры все чаще пересматривают обоснованность собственных оценок и предположений в том, что касается украинского контрнаступления и в целом свою способность прогнозировать действия украинских военных. О нервозности не только среди бойцов информационного фронта, но и генералов и военных пишет издание «Воля», которая активно работает с источниками, опять же, поскольку я не фанат работы с источниками, потому что я не могу никак это верифицировать, со звездочкой это, значит, как-то пишем, но, тем не менее, принимаем к сведению информацию интересную. Они и говорят, что, по словам российских офицеров в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, по приказу Герасимова начались экстренные работы по возведению деревянных муляжей, командных пунктов, штабов, складов и прочей военной инфраструктуры. Таким способом российские генералы надеются минимизировать ущерб от украинской артиллерии, беспилотников и РЗО, которые начнут обрабатывать оккупированные территории перед наступлением. Работы, правда, как уточняет Воля, ведутся днем, поэтому не являются тайной для ВСУ, так что эффективность этих мер весьма условна. Ну, то есть, если вы днем это все устанавливаете, то украинская страна через спутники, через дроны, через все видит, что вы устанавливаете и понимает, что это фейковые цели. По словам российских штабных офицеров, обстановка вверхах группировки нервная, поскольку ВСУ с равной вероятностью могут нанести удар почти в любом месте и почти везде к его отражению будут не готовы. Вспомните, о чем говорил Стрелков. Вот так примерно выглядят картины реакции провоенной публики на готовящееся украинское контрнаступление. Ну, а что говорит об этом контрнаступлении, о его ожиданиях, о плюсах и минусах украинская страна, вы сможете узнать на этом канале уже завтра, потому что именно завтра здесь выйдет наш разговор с Михаилом Подоляком. Будет это в 12 по Москве и по Киеву. Ну, а вечером завтра в 8 часов вечера будет стрим для патронов этого канала, поэтому подписывайтесь на Патреон, там от любого тира будет стрим-доступ и просто поддерживайте канал с помощью Суперспасибо. А с вами был Майкл Наки и до скорых встреч, всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok